Добрый день! Продолжаем собирать утконосы. Их пока 4 версии. Сегодня будет зеркальный. Зеркальная модель так называется из-за того, что все элементы одного цвета. Это отсылка к зеркальному кубику 3х3. Главной особенностью которой является сборка не по цветам, а по форме. Количество элементов такое уж как у классической модели утконоса, но размеры несколько другие. Причем каждый цилиндр имеет свой диаметр и высоту. При перемешивании будет свою форму менять. Из-за этого сборка кажется намного сложнее. Но если здесь кое-что понять, то собирается на самом деле не так уж и сложно. Присмотримся пока не перемешано. Вокруг каждого такого треугольного элемента 3 таких полукруглых. Причем они все одинаковые. И размером, и формой, и цветом. Вокруг вот этого треугольного тоже три одинаковых. Также здесь и здесь. А значит нам просто нужно расставить элементы одного размера на своем цилиндре. У классического утконоса здесь было три разных цвета по бокам. Но здесь вот этот элемент у классической модели симметричный. У зеркальной же он абсолютно не симметричен. Вот эта сторона шире, это уже, это среднего размера. И каждый вот этот элемент, он разный. И ориендация его стала важна. Причем здесь можно даже заметить вот на этих крышечках, которые над болтами, они своей формы. И вот эта широкая часть показывает, где самая широкая часть этого элемента. При сборке я не буду обращать внимание на эту крышечку. Без ее подсказок тоже можно легко собрать. По сборке тоже будут некоторые отличия. Первый этап будет немного посложнее, но зато в конце будет гораздо проще. Перемешаем и соберем. Вращаем боковые грани и поворачиваем элементы на цилиндрах. До тех пор, пока форма станет неузнаваемый. Получил я что-то вот такое. Нигде ничего не совпадает. Будем собирать. Обычно в зеркальных кубах я начинаю с самого широкого слоя. Самого крупного, самого длинного, но самого выдающегося. Здесь проще всего найти самый крупный, вот такой полукруглый элемент. Ну, выберем из этих трех. Эти два пониже, этот повыше. Кандидат. Дальше. Вот этот. Тоже крупный. Поставим вот эти два рядом. Видим, что они одного размера. Ну и, видимо, крупнее здесь никого и нет. Вот. Значит, с них и начнем. Теперь нужно найти центр. Такой вот треугольный центр цилиндра, которому мы эти полукруглые элементы поставим. Но этот явно низковат. Они имеют одинаковую форму, но разную высоту. Здесь, ну, понятно, тоже будет низко. Пробуем еще. Вот, с третьей попытки нашел все. Но это совсем маленький, не подойдет. Видим, что здесь по высоте совпало. Должно совпадать еще и вот здесь. Но видим здесь ступеньку. Попробуем покрутить цилиндр. И вот здесь стало хорошо. Дальше. Здесь опять перепад высоты. Но это первоначальный. Если изначально не нашелся ни один боковой элемент, который совпадает по форме вот с этим полукруглым, то ее нужно поискать. Вот эти грани, они не симметричны, поэтому нужно их повернуть какой-то другой стороной. Допустим, что ни с одной стороны форма не подошла. Попробуем вот эту грань развернуть. Отведем в сторонку. Повернем грань, стороной которой пошире. И вернем элемент. Ну а теперь все совпадает. Видим, здесь хорошо. И тут хорошо. Ну а теперь нужно к этому еще два такие же сюда поставить. Вот где они были. Ну вот крупный. Подводим поближе. Если мы поставим сразу так, то вот этот элемент отодвинется. Значит, его сначала сдвинем в сторону. А это сюда подгоним. Но видим, что у нас вот эта грань развернулась опять. Поэтому сдвинем еще чуть-чуть. И повернем уже нужной стороной. Поставим вот так вот хорошо. Ну и надо, наверное, какую-то еще грань развернуть. Вот этот отведем пока в сторону. Развернем стороной пошире. И вернем. Вот два элемента можно так поставить. Интуитивно. А третий нужно ставить немножко аккуратней. Для начала его найдем. Ну вот он. Если поставим его сразу, то что-то сломаем. Если отведем в сторону, то мы вот этот элемент развернем. Получим ситуацию какую? Что два по форме совпали, а один нет. Когда будем пытаться разворачивать, мы будем эти ломать. Поэтому проще, прежде чем его сюда поставить на свое место, совместить с нужной стороной грани. Сейчас уберу пока на соседний несобранный цилиндр. И сюда вот эту грань подведу более широкой стороной. Здесь отведу в сторону. Поверну грань. Верну элемент. Проверю, что все хорошо. Если не совпадает, значит подверну следующую. Только после этого поставлю на свое место. В итоге получаем цилиндр. Здесь по высоте все хорошо. И сбоку по форме тоже все совпадает. Видим вот эти трапеции с широкой стороной направлены вверх. Что тоже говорит о том, что собрано правильно. Дальше собираем любой цилиндр из боковых. Два элемента вот этих вот на гранях уже правильно ориентированы. Поэтому элементы к ним по форме уже должны подходить. Ну а третий, как и здесь, соберем на соседнем цилиндре. Посмотрим. Вот элемент по форме совпал. Поставим на свое место. Нужно еще такой же. Попробуем вот этот. Это маловато. Вот этот. И это подошел. Поскольку вот эти два уже правильно стоят, на них мы и поставим. Так, два есть. Нужен третий. Смотрим. Какой-нибудь из этих. Маловато. Выбираем тот, который покрупнее. По высоте подошел. Но с этой стороны нет. Поэтому берем какой-то несобранный цилиндр. Отводим на него. И тут разворачиваем. Отводим в сторону. Поворачиваем. Возвращаем. Теперь по форме все хорошо. Ставим на свое место. Второй цилиндр собран. После этого момента все вот эти элементы на гранях уже ориентированы правильно. Нам остается просто переставить вот эти детальки. И здесь возможно три случая. Все они решаются одинаково. Просто чуть больше движения у какого-то. Первый цилиндр мы собирали самый крупный. Второй можно выбирать любой. В принципе первый. Можно любой выбрать. Просто самую крупную начинать удобнее. А второй мог быть собран любой из этих трех. Поэтому размер большой-маленький здесь не важен. Главное, что здесь два элемента стоят хорошо. А один нет. И здесь так же. То есть надо поменять местами два элемента. На самом деле мы поменяем местами три. Но визуально это будет незаметно. Что нужно сделать? Мы берем неправильный элемент с этой стороны. Ну, с переднего цилиндра. Ставим его справа. Проверяем, чтобы здесь неправильный был не на этом месте. То есть если этот справа, то это должен быть либо здесь, либо здесь. Потом ставим вот этот неправильный на место такого же. То есть на свое место. Поворачиваем, заменяя его на вот этот маленький. И отменяем первое движение. В итоге тут все хорошо. И здесь тоже. Зеркальный утконос собран. Если не хватает двух элементов, то нужно эту процедуру повторить дважды. При первой замене не важно, куда поставить вот этот элемент. Всегда найдется здесь два ненужных элемента. И мы на один из них заменим вот этот. Получается, поднимаем, заменяем на маленький, возвращаем. И вот получается первая ситуация. Если вот этот элемент стоит слева, здесь неправильный, то можно сделать алгоритмы слева. Главное, чтобы вот теперь на этом месте маленький не стоял. Ну, если делаете другую грань, то он будет здесь большой. Поднимаем, заменяем на не тот, возвращаем. Опять все собрано. Ну и можно переставлять все три элемента. Порядок действий точно такой же, просто больше движений. Поднимаем любой. Здесь три неправильных. Заменяем. Возвращаем. Получили предыдущую ситуацию. Опять берем, который покрупнее отсюда, меняем на тот, который поменьше отсюда. Слева. Заменяю. Возвращаю. Ну и получаем первую ситуацию. Вот здесь лишний. Повернем его либо вправо, либо влево. Здесь, с другой стороны, маленький. Поднимаем. Заменяем. Возвращаем. И все. Поскольку элементы одинаковые, переставлять их на своем цилиндре не нужно. Зеркальный утконос собран. Покажу пример сборки для закрепления. Ну, сразу найдем самый крупный элемент. Поищем цилиндр, который повыше. Ну вот, похож. Попробуем к нему примерить. Так. Подошло. Ну и поставлю сразу второе, потом буду разворачивать грани. Так. Хорошо. Посмотрим, может быть, какая-то уже хорошо стоит. Да, такая есть. Значит, развернем только одну. Вот эту. Отведем в сторону. Развернем стороной, которая пошире. Вернем обратно. Два совпадает. Ищем третий крупный. Похож на этот. Так. И теперь вот к этой грани нужно подвести его с самой широкой стороны. Если подведем вот так, будет нехорошо. Попробуем вот с этой стороны. Будет совпадать. Ставим на место. Ну, соберем теперь какой-нибудь соседний. Видим, что здесь вот два элемента уже стоят хорошо. А поэтому дособерем именно вот этот. Здесь нужен еще один. Ну, для начала у нас вот эти по бокам стоят хорошо. А значит, и вот эти тоже будут. Вот эти грани уже правильно ориентированы. Сюда нужен третий такой. Сначала его найдем. Это не он. Они такие маленькие самые должны быть. Вот он. Самый маленький. Но опять. Если будет он вот этой стороной повернут, этот элемент, то мы подведем сюда маленький. По форме не совпадает. Когда мы сюда повернем, будет уже картинка не очень правильная. Поэтому на вот этом несобранном цилиндре отведем в сторону. Пробуем. Другой. Так. Тоже не подходит. Ну, значит, третий. Так. Подошло. Ставим к своему цилиндру. Здесь все красиво. Остается собрать вот эти два. Ну, нужно переставить два элемента. Делаем как умеем. Большой. Ставим сюда. Заменяем на маленький. Поднимаем. Заменяем. Возвращаем. Так. Вот здесь маленький. Вот здесь большой. Подводим либо вправо, либо влево. Поднимаем. Заменяем. Возвращаем. Ну и все. Зеркальный утконос готов. Поначалу может показаться, действительно, что гонка очень сложная. Пытаюсь собрать один цилиндр. Боковые стороны здесь не подходят. Форма не совпадает. И кажется, что соберется утконос не скоро. Но если немного вникнуть, станет понятно, что ориентировав элементы одного цилиндра, все остальное соберется уже легко. Тренируйтесь. И все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok